Долги тоже прощают. На брифинге в правительстве рассказали, как будут списывать кредиты казахстанцам, какой категории граждан можно не гасить кредиты, расскажут наши столичные корреспонденты. В Уральске 120 тысяч человек остались без водоснабжения. Причина – порыв канализационного коллектора. Снова авария. Из-за повреждения кабеля при дорожных работах торгово-развлекательный комплекс «Сити-Центр» остался без электричества. Кто восстановит ущерб? Новости столицы. На брифинге в правительстве рассказали, как будут списывать кредиты. Напомним, малообеспеченным многодетным казахстанцам простят долги по кредитам. В список президента попали многодетные матери, семьи с детьми-инвалидами или потерявшие единственного кормильца, а также дети-сироты. В правительстве пообещали, что людям не придется доказывать то, что именно им должны списать кредиты, потому что и эти списки уже есть в Министерстве труда и соцзащиты. Президент поручил Нацбанку запретить зачисление неустойки и комиссии за просрочку свыше 90 дней. Кроме того, общая сумма долга не должна превышать 3 миллионов, а размер задолженности на одного заемщика не выше 300 тысяч. Семьи, где долг больше допустимого, государство выплатит часть. Получается, простят только 300 тысяч тенге или 700 долларов. По словам президента, таких людей полмиллиона. Значит, для этих целей всего потратят 150 миллиардов тенге или 350 миллионов долларов. Не нужно сейчас ничего делать. Основную работу будет проведена правительством, Нацбанком, Государственное кредитное бюро и банками. То есть мы должны выверить, сверить все цифры, списки, определить суммы. И потом уже через, значит, после бюджетных правил и процедур эти деньги пойдут в погашение этой задолженности. Напомним, правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги 700 тысячам гражданам своей страны на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Там тоже речь идет о сумме в 700 долларов. Там также помогут малообеспеченным. У нас тоже речь идет не обо всех гражданах. Обычно у малообеспеченных совсем небольшие суммы, которые за счет пени и просрочек нарастают и просто висят над людьми, не позволяя им вздохнуть свободно. Из-за чего люди не позволяют себе приобретать ничего, кроме продуктов и самых необходимых вещей. Вы не будете снова считать обуви, мебель, процедуру вынизительную, как 21 тысячи в тегебах? Нет, еще раз, значит, все списки уже имеются в органах социальной защиты. Они имеются. Уже адрес социальной помощи уже назначена людям. Те, у кого много детей, эти списки тоже есть. Дети-сироты тоже имеются. Все списки есть. И, соответственно, с этими списками будет погашаться эта задолженность в пределах 300 тысяч каждому человеку. На этом помощь малоимущим не заканчивается. В правительстве рассказали, что продолжат выдавать льготный кредит для самозанятых. Кроме того, с 1 сентября этого года 5000 образовательных грантов в вузах выделят для детей из многодетных семей. На треть увеличатся стипендии учащихся по рабочим специальностям. Бауржан Шайхмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро ТДК-42. В антикоррупционной службе рассказали о пособниках Мухтара Аблязова. Многие из них добровольно вернулись в Казахстан из разных стран мира во время следствия и розысков. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. Впервые об Аблязове многие казахстанцы узнали в 2001 году, когда он, будучи уже крупным бизнесменом, вместе с рядом других так называемых «младотюрков», публично объявил о создании движения ДВК. В 2009 году правительство страны приняло решение о национализации БТА-банка, который, по мнению властей, находился на грани банкротства. В ответ Аблязов, не согласный с этим решением, через свои аффилированные структуры, в основном из России и Украины, вывел из Казахстана, по разным данным, 7,5 миллиардов долларов. Это подтвердили пособники Аблязова. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году, после возбуждения уголовного дела, их запугивали сообщники Аблязова. По данным агентства, за последнее время из розыска добровольно вернулись 10 лиц. Все они были признаны судом виновными. Однако, с учетом полного признания вины и оказания содействия следствию, им назначены условные наказания. Иными словами, их освободили. В ходе следствия бывшие сотрудники и пособники дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова. А также дополнительно раскрыли схемы похищения денег других иностранных финансовых учреждений. Напомним, экс-председателя правления БТА банка Аблязова заочно приговорили в Казахстане к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в организации убийства топ-менеджера банка Туран-Алем Ержана Татишева. Также суд приговорил Аблязова к 20 годам лишения свободы за хищение денег банка Туран-Алем. Новости региона. В Уральске 120 тысяч человек остались без водоснабжения. Причина – авария на канализационном коллекторе, вторая за последний месяц. Сейчас коммунальщики устраняют в авральном режиме порыв, а горожане вынуждены выстаивать очереди за привозной водой. Где тонко там рвется, авария на канализационном коллекторе в очередной раз оставила полгорода без воды. Сейчас на месте работают порядка 40 единиц техники ТО «Баты Сорнасы». Но когда в городе вновь появится вода, специалисты пока не говорят. Порыв канализационного коллектора произошел вечером 26 июня неподалеку от автодороги, соединяющей пригородные микрорайоны Зачиганской-Диркул. Неподалеку расположена канализационная насосная станция номер 19. Прорвало трубу коллектора диаметром 800 миллиметров. Ее проложили в 2009 году. Позже выяснилось, что не из того материала. Хрупкое стекловолокно расплющилось под влиянием агрессивной среды канализационных стоков и тяжестью грунта. Такая же авария в конце мая оставила без воды треть населения областного центра. Буквально месяц назад случилась авария, порыв коллектора канализационного. И такая же авария, ну, отсюда буквально 200 метров в сторону города. Здесь никаких человеческих факторов нету. Труба на разрыв пошла. Сейчас мы не можем определить объем работы, потому что сейчас, в данный момент, мы только откачиваем воду. Сток и канализационная. Отметим, что аварийный коллектор из стекловолокна ожидает полная замена. Сейчас идет определение подрядчика. Из бюджета на этот год выделено 1,2 миллиарда в тенге. Планируется реконструировать 8 километров коллектора. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области начался прием заявлений на участие в государственной программе Нур-Лыжер. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникации. Новые дома строятся в районе трассы Ураськ-Саратов. Стоимость одного квадратного метра жилья составит 140 тысяч тенге в чистовой отделке. Как сообщили на брифинге, претенденты на участие в государственной программе Нур-Лыжер должны иметь счет в жилстройзвербанке, на котором есть 20% от суммы приобретаемой жилплощади. Недостающие деньги клиенты получат под 5% годовых. Стоимость однокомнатной квартиры составит порядка 5 миллионов 600 тысяч тенге. В этом случае первоначальный взнос будет не менее 1 миллиона 200 тысяч тенге. До конца года мы готовы предложить своим клиентам 1100 квартир в чистовой отделке, стоимостью 140 тысяч тенге за квадратный метр в чистовой отделке. На первые 300 квартир уже стартовал прием заявлений. Для подачи заявлений на участие в программе Нур-Лыжер необходимо, чтобы заявитель имел накопление на счете жилищно-соединительных сбережений в сумме не менее 500 тысяч тенге. Также спикер прокомментировал случай позднего подключения газоснабжения в новостройках. Отметим, что в доме по улице Гагарина 1 новоселы ждали газа более полугода. Дом чаще всего сдается в эксплуатацию даже быстрее, чем проведение самих коммуникаций. Вот у нас сегодня, ну, как бы, всегда, ну, вот эти две вещи, инженер коммуникации и строительство дома, они идут по двум разным, как бы, закупкам, поэтому строительство не всегда бывает, ну, как бы, успевает в срок. То есть строительство, наоборот, бывает, что первее даже проходит, чем само проведение коммуникации. Отметим, что отбор претендентов на получение квартир по госпрограмме проводится специальной автоматической программой без участия человека. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Торговый развлекательный комплекс «Сити-центр» в Уральске остался без электричества. Это произошло из-за повреждения кабеля в результате проведения капитального ремонта улицы Молдогуловой. Ранее, 23 июня текущего года, был поврежден кабель, лежащий в канализации ТО «Казак Телеком», пролегающий от АО «Кастель Радио» до улицы Петровского, 103. В результате этого было прервано вещание телеканала ТДК-42. Ущерб от повреждений начисляется миллионами тенге. Ремонт улицы Молдогуловой повлек за собой несколько аварий. Первая произошла 23 июня текущего года. В результате строительно-монтажных работ при капитальном ремонте улицы Молдогуловой был поврежден кабель, лежащий в канализации АО «Казак Телеком» до улицы Петровского, 103. В результате этого было прервано вещание телеканала ТДК-42. Отсутствие вещания негативно сказалось на репутации телеканала. Временно была прекращена трансляция телепередач по государственному заказу и реклама крупных рекламодателей. 27 июня также в результате дорожных работ снова был поврежден кабель. Теперь уже без электроснабжения оказался крупнейший торгово-развлекательный центр города «Сити-Центр». Десятки торговых отделов, кинотеатр, кафе и рестораны были вынуждены прекратить работу. При производстве дорожных работ ТУО «Барликан» порван наш силовой кабель на пересечении улицы Молдогуловой и Нижней. При составлении проекта не было согласовано с собственниками силового кабеля, которые в данное время порваны, не было согласовано с проектным институтом. В данное время устраняются повреждения, но на объекте ТРК «Сити-Центр» нет напряжения. Это доставило большие неудобства предпринимателям и жителям города. Сегодня у нас было запланировано несколько мероприятий, ну как день рождения, выпускные. И из-за этого инцидента со светом, к сожалению, нам придется сегодня отменить все банкеты. За счет того, что у нас нет электричества, теряем клиентскую базу, теряем клиентов, в конце концов, финансовый доход. Потом сегодня у нас было, например, групповое посещение, которое дети с лагерей приходят группой, посещают наш парк. Но оно, к сожалению, сорвалось. Стоит отметить, что представители подрядной организации «Барлик» и заказчик проекта КПО «Биви» отказались от комментариев. Ситуацию прокомментировали сотрудники отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЖКХ. В ходе проведения ремонта работы по улице Молдогулова, сейчас выявили факт, что поврежден кабель силовой в ходе именно ремонта работы. Сейчас степень вины, каждый участник сейчас у нас определяется. То есть у нас есть проект, проект государственной экспертизы, есть проект, который согласован у нас с ЗАПКО «Барлик». А был указан проект, сейчас мы все это, как согласовывали, все это будет разбираться. Почему не согласовались и центром, мы сейчас будем разбираться. Стоит отметить, что ремонтные работы по конкретно поврежденным участкам не были согласованы с руководителями предприятия, потерпевшего убытки. В настоящий момент подача электроэнергии в торгово-развлекательный комплекс возобновлена. Тем временем ущерб устанавливается. Он будет исчисляться миллионами тенге. Ремонт по улице Молдоговы только начался. И кто даст гарантии, что подобных аварий больше не произойдет? Марина Горбук, Нарван Гунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42. В Уральске могут вернуть двустороннее движение на трех улицах, расположенных в районе Центрального рынка. Об этом сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется принять и ряд других мер. Район Центрального рынка уже давно является своеобразным большим муравейником. Улицы загружены до предела. Плюс к этому проблему усугубляют торговцы, которые реализуют свой товар в незаконных местах. Решение об изменении схем движения было предложено сотрудниками административной полиции. В Акимате пока окончательное решение не приняли. Работы ведутся полным ходом. На участке от улицы Куличева до улицы Петровского сейчас уже разложили щебень, подготовили под асфальт. На конце недели планируем там уже асфальт ложить на данном участке. На участке от улицы Петровского до Исаева сейчас у нас ведутся работы по монтажу бортовых камней, а также выведению профиля. Предварительно объявлено, что двустороннее движение будет действовать с середины июля. Также в районе Центрального рынка создадут дополнительные парковочные карманы и запретят стихийную торговлю. Но водители общественного транспорта скептически настроены к нововведениям. Я против. Двусторонний тут вообще бардак. Из-за чего? Ну не знаю, уже привыкли к этой стороне. А двусторонний, а это стоять будут с двух сторон уже вот эти. Все падают вековые. На рынок приезжать стоянок не хватает. Парковочных мест нет. Все улицы будут запреты. Это будет очень хорошо, потому что вспомните какие пробки были. Сейчас так же будет. Двусторонние сделают, будут пробки везде. Ну а какой выход? Вот здесь очень трудно разъехаться. Почему трудно разъехаться? Я бы не сказал. Сейчас же нормально. Когда сделали здесь одностороннее движение, стало нормально же ездить. Устало пробок. Уральская у нас по сравнению с Алматы, если в Алматы, там вообще пробка. А у нас же свободно, можно пешеход делать. Ничего страшного. А если двустороннее движение здесь? Здесь делать? Нет. Здесь не так на базаре людей. Тут тогда базар надо убрать или пешеход надо делать? Легче пешеход сделать, наверное. Еще одна задача – избавить город от большегрузных машин. Сейчас рассматриваются несколько вариантов для решения этой проблемы. Роман Копняев, Айбула Джекипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Синоптики распространили штормовое предупреждение. По данным западно-казахстанского областного филиала «Казгидромет», 28 июня на территории Западно-казахстанской области днем ожидается местами гроза, град и ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах, в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спонсор прогноза погоды Кухни Энли. Кухни Энли. Мы создаем уют в вашем доме. Мы находимся по адресу город Уральск, улица Сарайшек, 79-2. Телефон 50-70-70-8707-971-79-44. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА